Добрый день, на связи InvestUpScale, с вами Николенко Ярослав. Сегодня мы поговорим в очередной раз о проекте CrowdVis. Ранее готовили обзор этого проекта, можно посмотреть на нашем YouTube-канале, если вы не видели. Сейчас я сделаю такой коротенький довольно обзор, больше анонс данного проекта и некоторые свои мнения и выводы по итогу участия в проекте. Для того, чтобы посмотреть, как принимать участие, вообще полный обзор посмотрите, поищите на канале. Значит, я тогда покупал на 300 долларов, стоимость была одного эфира 300 долларов, я купил на один эфир токенов CrowdVis. Мне начислилось бонусом, вот я брал со скидкой 20%, то есть получается где-то 360 долларов у меня было в личном кабинете под токеном CrowdVis. То есть стандартная цена должна быть 1 доллар 1 токен. Ну вот сейчас еще действует скидка 90 центов за 1 ВИЗ токен. Вот с 28-го по 8 декабря еще будет скидка, ну и в принципе завершение сбора, сейчас скажу на 15 декабря, кажется. Так, токен сейл. 20 декабря, да, окей. Значит, ну кратко тоже по проекту, что мне понравилось и почему в принципе-то пишу это видео, значит, мне бонусом упало еще 1000 токенов. 1000 токенов за реферальную продажу, поэтому спасибо всем, кто участвовал, кто проходил посылки. На самом деле там не сверх много людей, но тем не менее я попал в топ-5, бонусом средства зачислились. Вот, поэтому сейчас у меня уже на балансе 1370 токенов в ВИЗ. Вот, что я думал изначально по поводу проекта. Мне проект нравится. Я люблю проекты, которые собирают в среднем там 5-10 миллионов долларов, не больше. Почему? Потому что у них хорошие шансы делать иксы. Из этого проекта я планировал выходить сразу по момент появления данного проекта на бирже. Они планировали сразу после ICO, действительно, на каких-то топовых биржах, в том предварительной договоренности уже даже есть. Почему планировал сразу? Потому что в основном такие проекты в первые дни делают хорошие иксы. Ну, то есть, как минимум, даже если не иксы, ну, может, процентов там 30-40, ну, 70, там, но можно было бы сделать. Вот, что мне понравилось? Не понравилось то, что дата ICO переносилась неоднократно. Вот, то есть, первоначально сбор должен был закончиться 4-12, потом еще немножко перенесли на 15, потом перенесли вот уже 20-12 заканчивается. То есть, в итоге получается, что есть такое вот ощущение, что затянули чуть больше, чем на месяц, и вот те держатели токенов, в которых сейчас деньги просто зависли, да, могут просто, скажем так, психануть и при выходе на биржу слить это все сразу. Но, тем не менее, даже в этом положении, как бы, я этого делать не буду. Почему? Потому что проект рабочий, и эта платформа очень крутая. Почему? Потому что у них уже есть полностью рабочий функционал. Да, кстати, если вы не помните вообще, что за проект, это проект направлен на инвестирование, crowdviz, выездом, мудрость, толпы, собственно, решение принимает толпу. Вот это вот здесь, да, то есть, ну, как бы, такое распределение, толпа решает, куда пойдет рынок, в каком направлении, и туда идут инвестиции данного проекта. То есть, здесь момент не только в том, что вот как толпа думает, так и будет приниматься решение. Тут важно понимать, да, вот часто толпа бывает как раз, мнение толпы бывает неправильным, да, но в данном случае есть большие объемы инвестиций, которые будут потом направляться. И, по сути, эта толпа может двигать этот рынок. Вот что нужно понимать, поэтому, в принципе, неплохо было бы в этом проекте тоже оставаться, потестировать, как он будет себя проявлять. Значит, сам по себе проект очень сильный, здесь сильная команда, сильная прокачка, все хорошо, очень сильная техническая база, вот, что мне нравится. То есть, те деньги, которые они собрали, вот сейчас около 6 миллионов, да, 5,600, 7,678 тысяч, 5 миллионов, эти средства будут больше направлены на урегулирование некоторых юридических вопросов и масштабирование, вот, регистрирование проекта в разных странах мира. Кстати, есть русский язык, да, я забыл. Сама платформа, с технической точки зрения, она уже готова, поэтому вот нужно понимать тот момент, что когда они появятся на бирже, пройдет небольшой период времени, пусть там 2-3 недели, месяц, и когда будут уже релизы, первые релизы платформы, она начнет функционировать, то цена токена может просто взлететь. Поэтому для полноценной работы платформа уже все есть. Вот, для того, чтобы сделать как x2, x3, ну, это можно просто залиститься на топовую биржу, когда инвестора увидят, что есть рабочая и готовая платформа, она показывает результаты, нальют очень нормально, ну, неплохо денег, поэтому можно будет продать свои токены с профитом хорошим. Вот, поэтому это вот такая вот информация, кстати, на данного проекта. Я просто хотел сделать такой анонс, напоминание, плюс свои выводы, когда я буду продавать, в принципе, наверное, здесь все. Да, как я говорил, команда сильная, проект крутой, хороший, удобный уже личный кабинет, есть все, это работало изначально, но то есть здесь все окей, у меня вообще никаких замечаний нет к этому. Здесь большой познавательный раздел вопросов-ответов, которые можно почитать. Действует еще баунти-компания, не знаю, насколько будет актуально, вот месяца полтора или два назад, когда мы делали обзор, тогда явно было актуально, проект был в нашем списке, но сейчас можно еще попробовать поучаствовать, здесь тоже стандартная баунти-компания на Facebook, и в социальной сети Facebook, Twitter, посты, статьи и так далее, и так далее. Единственное, что могу сказать, ну давайте, по примеру, посмотрим артикль. Заполнение формы, verify status, проверить здесь. Ну, обычно как все это происходит, то есть если уже подходит время, да, к завершению сбора, вы должны увидеть какой-то, например, анонс о том, что вот уже баунти-компания закрыта, да, то есть пока что этого не видно. Дальше можно следующим образом проверять. Вы открываете форму заполнения, да, если форма открыта еще доступна, ну, вероятно, еще принимают. Единственное, что в данном случае немножко, вот, ну, как бы настораживается, что не проверяют с 2017-2011, да, вот, есть непроверенная работа, но тем не менее могут проверить по итогу. То есть я не думаю, что вот этих вот всех ребят просто возьмут и выбросим, да. При желании можно написать. То есть можете просто написать где-то в Facebook и в Twitter, в каких-то социальных сетях, вот они все открыты, все есть, работают, поэтому можно написать кому-то из саппорта. Вот, круче всего, удобнее это зайти просто в Telegram и посмотреть там пользователей, которые являются админами, просто задать вопрос. Вот, ну, или где-то здесь поискать вопросы на ваши ответы. Все, на этом все. Всем подписчикам желаем правильно выбирать проекты. Всем пока.